Всем привет! Меня зовут Саша Кронов и сегодня я хотел бы поговорить с вами про анимации. Почему я с вами хотел бы поговорить про анимации? Потому что, не знаю, здесь в зале Android разработчики. Супер. А есть iOS разработчики? Есть кто не разработчик? Отлично. Супер. Вот. Спасибо большое, я понял аудиторию, но если вы занимаетесь Android разработкой и начали это достаточно давно, я там начинал лет 7 или 8 назад и уже тогда было там несколько фреймворков для работы с анимациями и момент, когда я заходил, документация была достаточно сложная, как бы ни хрена было непонятно и я уже тогда путался, типа, что делать, что использовать, в каких случаях. Сейчас фреймворков стало намного больше. Все стало намного вроде бы проще, документация лучше, но при этом как бы объем информации настолько большой, что можно запутаться. Поэтому я хочу с вами сегодня про это поговорить. Перед тем, как мы начнем, буквально в нескольких словах то я, что я. Да, как было сказано, я работаю в Raytheisen банке, я возглавляю мобильную разработку там. Ну, до этого я работал в RedMet-роботе, в стартапах, в продуктах, в аутсорсе. Поэтому, если вам нужно будет, есть какие-то вопросы по, в принципе, любой части разработки либо продуктов, смело можете найти меня там, дальше в конце будут ссылки, как меня найти, типа, написать, спросить или тут меня поймать. Да, также я основатель сообщества, независимое сообщество Android-разработчиков Москвы. Ну, в принципе, мы приезжаем иногда часто от других городов. Это Моздроид. Можно подписаться на телеграм-канал Android в лицах. Там про Android-разработку. Вот. И там, да, сейчас я Google Дуал про экспорт по пейментс-технологиям в России. Шаг правый, что кто-то свечет. Спасибо. Да, перед тем, как начать говорить про анимации, нужно понять, как это, в принципе, все пошло. И вот такой небольшой экскурс в историю и на каких принципах это все работает. Если пойти в историю, то вот на слайде вы увидите фотографию. Это первая анимация, которая была создана человеком. Город Шахри-Сухте, это город между Ираном и Афганистаном. 2100 лет до нашей эры этот город был сожжен в третий раз. И, в принципе, Шахри-Сухте, это в переводе там с персидского, что ли, это называется сожженный город. Он горел три раза. И после третьего раза его оставили. Его нашли в 60-х годах 20-го века. И вот, собственно, на его раскопках нашли кувшин, на котором была обнаружена первая анимация, которую создал человек. Если крутить этот кувшин, получилось, что вот козочка прыгала. И вот между этой анимацией и теми анимациями, которые мы делаем в наших приложениях, есть очень важная вещь, которая их объединяет. Но перед тем, как делать этот шаг, анимации развивались. И это на примере вы увидите основную часть фениктескопа, который Йозеф Плато в 19 веке изобрел. То есть было устройство, в которое помещалась вот эта картинка, она разгонялась до определенной скорости. Человек смотрел в определенном зрачок. И получалось так, что рыцарь, создавалась иллюзия с помощью инерции зрения, что рыцарь двигается, крутится, как будто настоящий. И вот этот принцип инерции зрения позволяет нам, из строя наши интерфейсы, создавать иллюзию, что это все реально и работает. Как будто настоящее, как будто в реальном мире. И вот, собственно, на этом же самом принципе мы получаем настолько классный аним. Есть ли в зале люди, которые считают, что анимации не важны? Что, ни одного? Блин, ну тогда следующий слайд вам будет не особо интересен. Но если вы встретите такого у вас в офисе, просто покажите ему, не знаю, этот доклад. Есть одно и то же самое приложение. Слева версия с анимациями, справа версия без анимаций. Вроде бы разница совершенно небольшая. Но посмотрите, насколько правая часть сейчас смотрится неживой, неприятной, ее не хочется трогать. Разница реально в мелочах. Все то же самое абсолютно. Но при этом вот левая часть сочная, приятная. Я вот кайфую от нее. А правой, ну блин, что-то не то. Так вот, самый главный еще принцип анимации, чтобы она была в принципе нации зрения и сохранялась. Чтобы не было что-то того, что ломает и переводит анимацию из левой части в правую. Когда пользователь смотрит и понимает, что что-то не то. И вот дальше мы чуть-чуть рассмотрим, как сделать так, чтобы этого не было. Так, да. И перейдем, собственно, к андроиду теперь. В андроиде достаточно много фреймворков и, в принципе, библиотек, подходов, как работать с анимациями, здесь не все. В принципе, те основные, которые Google нам предоставляет. Просматривать первый, на самом деле, который был, это ViewAnimations. Мы не будем, но буквально его чуть-чуть зацепим. Это, собственно, первый фреймворк, который был. Он позволял делать четыре простых операции. То есть, там, прозрачность, увеличение, повороты и перемещение. Казалось бы, четыре операции хватит всем, но на самом деле все было не так. И первая проблема – это то, что с ним вроде бы не хватало. Вторая проблема показана. Операции не хватало, а вторая проблема показана на экране. То есть, мы переместили первую кнопку с помощью аниматоров. Это с второго фреймворка, который Google предоставит. А вторую кнопку переместили с помощью Animation. То есть, с помощью первого фреймворка. И получается следующая ситуация, когда мы после перемещения, после анимации кнопки кликаем на аниматор, вторую версию API, все кликается. На первую версию ни хрена не кликается. Почему? Потому что правильно, у вас отображение и баунсы, ну, грубо говоря, настройки, все вьюшки, они были разделены. И после того, как вы проанимировали свою вьюху, вам нужно было вызвать ее layout, чтобы пересчитать все области видимости, на которые она отвечает, и кучу других мелочей, чтобы добиться того поведения, которое вы изначально ждаете из коробки. Это очень неудобно, следить за этим, писать лишний код. Ну, и в принципе, первая проблема, что четыре операции всем не хватит. Поэтому достаточно быстро Google выпустил второй фреймворк, который назывался аниматор. Анимейшн, фреймворк для работы с анимациями, не рекомендуется вообще никому использовать, потому что он деприкейтед, неудобен, там куча кода надо писать, все вот это неприятно. Но вы все равно можете его захотеть использовать, либо он используется под коробкой, там, где вы даже не знаете. И если вы захотите кастомную Windows Animation, или вы просто используете Windows Animation, под капотом используется этот фреймворк для работы с анимацией. Также он иногда необходим, либо используется, когда вы анимируете появление или смену фрагментов. Аниматор. Мне очень нравится концепция Тулзов, которая у нас есть. Почему? Потому что, ну, по сути, те инструменты, которые у нас есть, определяют нашу систему мышлений и те результаты труда, которые мы делаем. Ну, грубо говоря, представьте, что мы захотим поехать там в Москву, как бы на, ну, даже не на телеге, а на квадратных колесах. Наверное, будет невыгодно, мы даже не подумаем, что так можно идти. Пойдем пешком. Либо там на лошади побежим. Собственно, с инструментами точно так же. Так, я случайно... А, нет, все правильно. Аниматор. Появился аниматор, который должен был решить все проблемы и предоставить нам новую толщину, чтобы делать крутые, классные анимации. Он очень удобный, очень гибкий, решает проблему, которые были до этого. И стал базой для очень многих систем анимационных фреймворков, которые появились в дальнейшем. И сейчас это вот Google говорит, что это рекомендуемый фреймворк для работы с анимациями, если вы анимируете что-то простенькое в вашей вьюхе. И вот реально его очень удобно и классно использовать. Если посмотреть на схему, как это все вот в этом фреймворке обустроено, у нас есть аниматор, это базовая концепция, есть две ее реализации. Аниматор set и value animaтор. Value animaтор, это, собственно, настройка анимации, аниматор set. Это, когда мы делаем группу анимаций, собственно, он используется. Для того, чтобы базовые концепции не только их использовать, а чтобы было нам удобнее, есть еще три других реализации. Object animaтор, это дочерний класс value animaтора, который представляет нам более удобный API. И еще две есть, грубо говоря, можно сказать, удобных, утилитарных реализации, которые под капотом используют тоже value animaтор, и реализует нам, под представляет нам API, который намного удобней и позволяет удобнее писать анимации, написав меньше кода и больше кайфую от реализации. Посмотреть детальнее. Value animaтор, ну, код на самом деле здесь не совсем обязательно читать, просто смотрите на то, сколько его. Потому что, ну, код посчитать надо с адекватной, наверное, не совсем удобно, и вы лучше сделаете это в статье, ссылки на которые потом будут. Так вот, у нас есть value animaтор. Мы хотим проанимировать ракету и собаку, которые полетят в космос, ведь мы чертовы Илон Маски. Что у нас делаем? Мы берем, просто говорим, что мы анимируем вертикаль, перемещение, и говорим, что у красного выделена ракета, в южку ракета и в южку собаки, мы берем, как бы запускаем в космос, да? И после этого говорим, что мы хотим сколько раз повторить, сколько раз, как повторять, то есть типа mode reverse, и какая будет скорость выполнения, duration. Собственно, запускаем, все работает хорошо, собака улетела и приземлилась. Супер. А кода, как вы видите, ну, блин, целый экран, чтобы сделать настолько примитивное действие, не очень удобное. Посмотрим, что нам будет стоить то же самое реализовать, используя object animaтора. Используя object animaтора, нам это будет стоить одной строки. Но одна проблема, это будет одна строка для собаки и вторая строка для ракеты. Точно так же, здесь чуть-чуть другой пример, для того, чтобы показать, что object animaтор, он анимирует не в югу, а объект. Вы можете взять абсолютно любое свойство, которое есть у вас у объекта, и сказать, что вы его анимируете с начального значения в конечное, либо просто в конечное значение. При этом, как бы, если вы будете использовать строкой, как бы, название этого свойства, все будет работать. Одна проблема, там, как бы, под капотом рефлексия. Рефлексия, как бы, знаете, не очень быстрая, поэтому, если у вас есть юхи, вы хотите анимировать, есть предназначенные свойства, которые вы можете заиспользовать. Обращайтесь сразу к ним, будет все работать быстрее. Есть интересный факт. Я очень люблю заморачиваться по поводу перформанса, там, и остальных вещей. Так вот, в элло-аниматоре немножко быстрее, очень работая, чем в object animaтор. Но разница, это, как бы, экономия на спичках. И в object animaтор все хорошо, вы получаете удобство, но при этом, если вы хотите, представьте, что вам нужно выполнить несколько анимаций на одном и том же самом объекте, на том и том же вьюхе, это и совсем удобная вещь. Поэтому есть другие реализации. Первая из них — это view property animaтора. Мы говорим, что нам нужно, мы хотим проанимировать одну вьюху, накатить на нее несколько анимаций, они должны быть синхронизированы между собой. Но при этом, как бы, нам не нужно ее ими управлять. Мы не хотим заморачиваться и вот иметь возможность ее остановить, приостановить, воспроизвести дальше, повторить. Что-то еще делать, либо понять, в каком у нас состоянии сейчас находится. Мы, грубо говоря, берем ракету, запускаем ее по вертикали, еще добавляем ей вращение, и после этого, как бы, ну, выстраиваем, как бы, вот, что мы запустили, и нажимаем кнопку старт, и все, мы забываем. У нас нет больше анимации. В том плане, что мы не знаем, воспроявилась она или нет, типа, и что вообще происходит, и управлять ней мы как-никак не можем. То есть, например, выглядит это примерно вот так. Все заработало, все хорошо. Но, первое, мы управляем только одной вьюхой, кода намного меньше, и управлять анимацией мы не можем абсолютно. Если мы хотим управлять анимацией, то есть иметь все то же самое, управлять анимацией, иметь возможность ее перезапустить, приостановить, запустить заново, повторить, нам нужно использовать Property Value Holder, мы получаем все то же самое, только еще возможность управления, и вот эта возможность управления стоит нам наполнительного кода. Так. Да. Но если мы хотим иметь все то же самое, что мы имели в предыдущем слове, как бы, мы имеем возможность управления анимацией, и при этом мы хотим иметь возможность управлять не только одной вьюхой или одной объектом, да, мы хотим брать несколькими сразу. Для этого мы используем аниматор сет. Аниматор сет, по сути, полноценный хореограф. Когда вы берете, настраиваете, что берет, по сути, две анимации, идут одновременно, они синхронизированы между собой по шагам, и плюс, как бы, вы имеете возможность настроить, что будет перед этой анимацией, что будет после нее. Ну, например, вот запускаем две анимации, и ракета и собака летят, все хорошо, но при этом, как бы, у нас в реальной жизни эта кнопка. Пользователь нажимает на кнопку, мы запускаем анимацию, например, лоадера, и вот в аниматор сет это очень удобно, когда вы можете заанимировать несколько анимаций сразу, не знаю, 10, например, вы прячете, выполняете перед запуском анимации загрузки, вы запускаете анимацию спрятать кнопку, потом анимация появления лоадинга, лоадинг крутится, а после того, как выполнится, там, 5 секунд анимация продлится, вы выполняете после этого анимацию появления обратно, там, другой кнопки, которая говорит, что результат успешен, пойдемте дальше. Если говорить кратко, собственно, Object Animaor и Waller Аниматор, вы, скорее всего, будете использовать в реальной жизни практически всегда, когда захотите сделать анимацию. Waller Аниматор офигительно кастомизируемый, если вы хотите что-то сделать более кастомное, чем просто заанимировать какой-то property, либо несколько в одной вьюхе, вы, скорее всего, захотите использовать его, но придется писать много кода. Если вы захотите просто заанимировать вьюху, несколько свойств ее, то вы заиспользуете вью-проперти аниматор, но так как им нельзя управлять, вы, по сути, запустили и забыли про эту анимацию, вы захотите использовать property-велл-холдер, если вам будет нажимать управлять ими. Но если у вас несколько анимаций, которыми вы хотите управлять, аниматор сет у вас лучший друг. Вроде бы, на самом деле, все понятно, все очень просто, пять основных концепций, которых хватит всем. Плюс, так как нужно помнить, что мы же находимся все-таки в концепции реального мира, мы привыкли, что вещи ведут себя определенными способами, и мы эти же способы транслируем на экран, но мы предполагаем, что они будут работать примерно точно так же. То есть, когда мы подбрасываем мяч вверх, он замедлением идет, падает вниз с ускорением. Чтобы отобразить как-то такие же физические процессы, этот фреймворк еще вводит концепцию интерполяторов. То есть, динамика линейная, нелинейная, ускорение, замедление, либо баунсы, то есть прыгание, позволяет нам обеспечить какое-то поведение реального физического мира, чтобы концепция инерции зрения, она как раз действовала. Так вот, помним рассказ про то, что вот есть концепция тулы, тучей, ну да, там, тул тулзов, которые предоставляют нам что-то строить. Попробуйте подумать, как, используя вот эти вот тулы, построить вот такую анимацию. Есть тот, кто уверен, что он сможет ее сделать, там, не знаю, за месяц. Используя только вот то, что здесь есть, больше ничего другого. Я с вами потом поговорю, но вы отчаянные ребята. Вот. Смысл заключается в следующем, что в реальности, если мы захотим использовать только вот эти базовые анимации, используя только аниматор, фрейморк аниматор, построить эту анимацию, это займет у вас реально очень много времени. То есть, если вы очень классный чувак, и вам нужно будет построить вот только такую анимацию, причем с переходом между экранами, у вас, ну, по большей части это не получится, но будет стоить очень дорого. Месяца, скорее всего, не хватит, особенно учитывая, что если мы поговорим про реальную жизнь, в которой что-то меняется, что-то ломается, еще что-то происходит, любое изменение в верстке, либо анимации, приводит к тому, что мы пишем огромную тонну кода, которую сложно поддерживать, и сложно управлять. это не совсем то, на что бизнес готов тратить деньги и время вашей разработки. Поэтому, чтобы те решения, которые мы делаем, чтобы у нас была возможность сделать более качественные анимации, был придуман следующий фреймворк, который, по сути, отвечает за транзишины, за переходы. В транзишном фреймворке все очень просто. Концепция следующая. У вас есть активити, либо layout. По сути, сцена начальная. У вас есть какая-то анимация и сцена конечная. То есть, нам с половинением транзишного фреймворка появилась концепция сцен. И концепция сцен позволила иметь такую концепцию, что концепты приходят анимированные. То есть, мы уже не пишем анимацию полностью сами, как какая вьюха, куда уходит. Мы, по сути, не занимаемся теми рутинными вещами, которые занимают реально очень много кода и очень много нашего времени. Транзишный фреймворк позволил нам, чтобы эти все вещи происходили магией, ну, по сути. Мы сказали, что вот есть сцена 1, есть сцена 2, анимируем нам переход между ней. И фреймворк сам рассчитывает, как эта анимация должна идти, какие переходы должны быть между ними произведены. И это, ну, супер-классно, потому что нам не нужно писать вот эту огромную кучу-тону кода. Если магический фреймворк не справляется, то у нас всегда появляется возможность вклиниться и написать самостоятельно. Почему? Потому что иногда он по перфомансу не вывозит, но все, что-то делать не совсем правильно и приходится оптимизировать эту анимацию. Иногда получалось так, что он не совсем делал ее правильно, мы хотим ее какую-то кастомизацию и приходится писать самому этот код. Но по большей части все гениально просто. У нас есть начальная точка, у нас есть конечная точка и пронимирую ее. Также там есть 4 возможности на события, когда он выходит, когда входит, сделать какие-то кастомные действия. Да, собственно, что произошло между этими двумя сценами, давай мы их пронимируем. И как пример как это работает, у нас есть 4 квадрата, мы просто написали, что есть сцена 1, сцена 2, сцена 3. Сказали, где находятся эти квадраты в различных своих точках, в различных сценах. И просто говорим, переходи с какой сцены в какую. То есть мы не говорим, что вот возьми левый верхний квадрат, перемести его на столько-то пикселей в левый верхний угол, возьми правый квадрат, перемести его туда. Постоянно все это делать и синкризировать между собой. Представьте, сколько это было бы аниматоров сетов, сколько бы мы это все предвычисляли, сколько бы это все мы потратили во время, учитывая как бы различные верстки, различные планшеты, форм-факторы, смартфоны. Нам это все делать, получается, уже не надо. Не надо тратить реально, не знаю, дни, чисто для того, чтобы сделать 3 сцены. С помощью транзишн-фреймворка вы все это сможете сделать, ну, не знаю, за час. А до этого это было несколько дней. Когда у нас появляется такая гласная махина, все становится намного проще. Мы уже понимаем, что, не знаю, в Москву можно уже поехать, а не идти пешком как бы столько-то так много времени. И это будет достаточно быстро. Поэтому точно так же многие анимации мы сможем очень быстро и легко зафигачивать. В нашем приложении это нам не будет так дорого стоить. Но, если мы говорим про layout-transition, есть window-transition, когда мы анимируем переходы между фрагментами или между activity, все хорошо. Этот фреймворк, там, то, что вам нужно, то, что доктор прописал, вам необходимо в нем разобраться и использовать. Если мы говорим про layout-transition, я бы не рекомендовал уже на них смотреть, потому что это все-таки немножко вчерашний день для них, появились более удобные, классные толчины. А что из него я бы рекомендовал вам использовать? Есть самая простая вещь, если у вас есть как-то небольшие, ну, у вас есть V-группы, в которой вы хотите быстро добавить анимации. Есть классная строчка, банально, вы включаете в V-группу animate-way-out-change-true, начиная с 16-го версии API вы еще можете эту V-группу изменить transition-type, то есть по умолчанию включает появление-добавление, а изменение не анимирует. То есть вы включаете, что еще анимируем, не изменение, и банально добавив в одну строку кода в ваше приложение. Вы получаете анимационные, анимированное появление, удаление и изменение в вьюшек в вашем вью-группе. Идеально, классно, очень просто, не надо много заморачиваться. Если вам нужно сделать что-то сложнее, то чуть-чуть позже рассмотрим, что же вам, собственно, использовать. Да, между Activity, собственно, это работает точно так же. У нас появляется Activity A, Activity B, мы запускаем Activity B, говорим, что это выходная transition у нее есть, и настраиваем, какие изменения в нем происходят. С помощью этого же фреймворка у нас появилась возможность шарить между Activity фрагментами, то есть, виновами, различные объекты, пьюхи, там, изображения, все остальное. И этот же самый фреймворк помогает нам проанимировать переходы между Activity фрагментами, используя различную сцену предыдущую, которая была на одном экране, на одном Activity, на выходящем будет совершенно другая компоновка, он сам поймет, что как проанимирует и сделает эту анимацию. Ну, не знаю, мне кажется, это нереально круто, потому что, собственно, до этого предыдущей версии мы просто не могли повторить настолько классно использовать те же самые разделения на Activity, на фрагменты эту анимацию. То есть, мы могли это сделать только на виндовах, по сути, на вьюхах, на одном виндове, на одной вьюхе это все было бы. Это был бы очень большой сложный код, в котором было бы сложно разбираться, а сейчас его можно как бы подробить, покомпоновать, все нереально удобно. Это был пример, это на самом деле пример моей любимой анимации, которую очень редко где используют, но все эти переходы, которые позволяют нам сделать с помощью этого фреймворка, они нереально красивые и нереально удобные. И не знаю, как вам, но мне очень нравится эта анимация, я не мог ее просто не вставить. То есть, ее можно управлять, ее можно отобразить, ей можно, собственно, действие сделать, которое позволит нам поверить, что это достаточно реально. Где этот фреймворк не работает? У нас он не работает с SurfaceView, TextView, ну, TextView. Собственно, те вещи, которые связаны с отрисовкой на конвасе, когда вы запускаете что-то, что не относится к вьюховым, либо не относится к виндовам, ну, транзитический фреймворк никак не может вам помочь, потому что вы, по сути, рисуете на конвасе. Когда его используют? Когда вы шарите элементы между экранами, между виндовами, фрагментами, либо активитами. Когда вы хотите сделать какие-то изменения с появлением и удалением контента, который уходит. По сути, я рекомендовал бы использовать только между активитами и между фрагментами, когда в переходах. Использовать Layout Transition от него я бы не рекомендовал. Почему? Потому что там появился MotionLayout, оно намного лучше. Но перед тем, как мы перейдем к MotionLayout, давайте посмотрим, что еще есть. Есть AnimatedVectorLayout и вот, типа, концепция физики, которая позволяет нам сделать наши анимации реальными. То есть, типа, пользователь сработает инерция зрения, и он верит в том, что они работают хорошо и правильно, как будто в реальной жизни. У нас здесь VectorDrawable появился достаточно давно. И VectorDrawable объединили с аниматорами, с базовым фреймворком, который, говорил, появился вторым, аниматором. И с помощью него появилась такая концепция, как AnimatedVectorDrawable. Я не буду показывать код, который выполняется, потому что, ну, реально, это две строки кода. Мы можем полезть под капот, но это будет намного больше долегийный доклад. Но, чтобы посмотреть, как это работает, давайте посмотрим, что это AnimatedVectorDrawable позволяет нам добавить в нашем приложении. То есть, все иконки, которые вы видите внизу, они проанимированы, и переход происходит между экрот-фрагментами. Вроде бы мелочь небольшая, но насколько круто это выглядит, насколько это сильно меняет пользовательский интерфейс, насколько он более становится приятным. давайте еще раз посмотрим, и пойдем дальше. Собственно, вот позволяет проанимировать появление и сезнамения иконок, и плюс, как бы, на самом деле, действия, когда мы кликаем, да, тоже. Когда использовать этот VectorDrawable? Когда вам нужно использовать иконки, и анимация иконок, когда вам нужна какая-то анимация небольшого участка, вот запустили и забыли, ну и вот это все performance critical, потому что это Vector, это не растр, который достаточно много весит и сложно анимируется, а Vector это все делается очень просто. Есть еще Loti, но там, давайте, если интересно, можете спросить все вопросы и чуть про него вспомним. Базовая анимация, физика базовых анимаций. Так как это принцип основной, который позволяет нам работать этим анимациям, это НРЦ зрения, нам должно, анимация, которую должен видеть пользователь, она не должна нарушать там законы физики. И с помощью этого у него будет создаваться иллюзия, она не будет, если он увидит что-то, что нарушает законы физики, он поймет, что это обман, как бы магия перестанет работать, инерция зрения нарушится, и, ну, это будет концепция того, что вот вы видели в правой части. Как будто, ну, блин, ребят, анимация недоработана, что-то не так, и вот ощущения у него будут от вашего приложения примерно такие же. Какие основные законы физики необходимо выполнять? В первую очередь нужно понимать, что когда пользователь работает с вашим приложением, по сути, вот у вас есть концепция постоянно появляющихся каких-то действий от пользователя. То есть может произойти пуш, как бы, который, синхронного запроса, который прилетел в какой-то момент, либо пользователь тнул на экран, что-то произошло, и появились новые какие-то события, которые влияют на вашу анимацию. То есть нет такого, что, типа, все анимации должны быть так, я, как бы, запрограммировал ее, нажал, и все, пользователь обязательно дождется, пока эта анимация закончится. Нет, такого не будет, он в любой момент может куда-то выйти. Ну, собственно, например, как показано, что пользователь кликает на квадрат, который находит в процессе анимации, и происходит прерывание, пользователь его видит и понимает, что что-то пошло не так. В этот момент, как бы, маги перестают работать, все очень плохо. Сделать это, на самом деле, очень популярная ошибка, которую пофиксить достаточно просто. Просто нужно не говорить, что на этом, не знаю, анимирует квадрат с начального состояния в конечное, а анимирует с того состояния, в котором ты находишься сейчас, в тот, который нам нужно. Вторая частная ошибка это скорость. То есть, когда начинает квадрат двигаться, он проходит достаточно большое расстояние за одно время, потом у него остается достаточно маленькое расстояние, и он его идет за то же самое время. То есть, типа, скорость, точнее, длина, которую нужно пройти квадрату, абсолютно никак не учитывается на то время, на которое он тратил на то, чтобы пройти. В реальном мире так не бывает. Есть какая-то скорость, ее нужно учесть. Учесть это достаточно просто. Черт. Да, вот. Учесть это достаточно просто. есть Spring Animation, есть Flink Animation, фреймворки, которые, ну, реализации библиотек, которые есть сразу в Google, в Support, уже AndroidX, да, библиотеки, которые вы можете завязать, которые позволят решить вам эту проблему. То есть, у вас уже есть инструменты, которые позволяют вам не учесть то, какое расстояние надо пройти, и с какой скоростью нужно идти. Вы просто их подключаете к своим анимациям и все работает хорошо. Плюс, как бы, здесь работает банальная физика. То есть, если пользователь, не знаю, у вас есть возможность двигать вьюху с одной части экрана в другой, он ее довел достаточно быстро до середины, потом отпустил, вот, что может произойти? Вы просто ее тут же оставляете, как бы, это плохой подход. Либо вы учитываете ту акселерацию, которая у него была, как бы, и доводите ее до второй страницы, до второй грани. И это как бы хорошо как раз с помощью, по сути, Fling Animation делает то же самое. И учитывая вот эту базовую логику, как пользователь привык, чтобы вещи работали в реальном мире, доскроваливаете, дотаскиваете, учитываете эти динамики, вы создаете иллюзию того, что это все работает так, как должно быть. Так, да. Концепция Motion & Out. Motion & Out появился достаточно давно, то есть, там, первая версия давно в релизе, вторая версия в бете уже достаточно давно, почти год уже, по-моему, второй бете, кстати. Но, по-моему, это самое лучшее, что есть сейчас у нас на рынке Android фреймворков, ой, анимационных фреймворков, причем как для iOS, так и для Android. Motion & Out работает на constraint layout, constraint layout, это новый подход к построению UI. как мы привыкли, у нас есть куча вью-группов, relative layout, linear layout, мы построили, скомпоновали, сделали какую-то сложную штуку, все вроде бы круто, все привычно, но есть одна проблема. Если у нас relative layout, и у relative layout есть два дочерних элемента, то каждый дочерний элемент на этапе measure, то есть, перед тем, как отрисовать его, нужно как бы померить, потом уже рисовать, понять, сколько он места занимает, как бы в него заходит дважды. Если у linear layout есть система весов, то каждый раз в measure этих элементов в дочерних заходится трижды. Итого вроде бы, как мы имеем не простое дерево, в которое каждый раз зашли и померили, сколько там надо выделить размеров, а имеем такое очень крутое нагромождение, которое, собственно, очень сильно замедляет у нас рендер наших вьюшечек. Вторая концепция следующая, что когда мы используем анимации, самая сложная штука у них, это их саппорт. Если мы саппортим баунс, все ограничения, и приходят нам дизайнеры, которые говорят, смотри, мы, короче, полностью меняем компоновку, очень часто в предыдущих версиях фреймворков это дикая боль, потому что это нужно перестроить полностью, во-первых, компоновку, во-вторых, это охренительно влияет на анимацию саму, на какие есть ограничения, на ее перформанс, часто вложенность очень сильно влияет на то, как это все рисуется. Поэтому, чтобы такого не было, появилась очень классная концепция. Первый, маунс, нелинейный, и констрейт, лоялты. Констрейт, лоялты, позволяет нам построить всю вьюху на системе нелинейных уравнений, да, и которые будут иметь связи друг с другом, которые просто все эти системы уравнений решаются и отрисовываются в нашу UI. Вторая вещь, то как у нас в Relative Fidelity есть вложенность, в констрейт, лоялтах вложенности нет. Вся эта вложенность, она виртуальная. И из-за этого получается так, что перенастраивание, перестройка UI, когда она прилетает от дизайнера, она особо сильно не влияет на то, как мы строим UI. И на то, сколько нам стоит поддерживать анимацию. Как это работает в реальной жизни? Казалось бы, вот просто есть констрейнт лоялт, есть мошенн лоялт, но нет, нифига не так. Архитектура следующая. Да, есть линейная система линейных уравнений, которая решается, но так как чтобы это все работало очень быстро, есть в архитектуре мошенн лоялт еще оптимизатор, который оптимизирует эти линейные уравнения, а также добавляется туда констрейнтовая модель, модель, по сути, по которым работают констрейнты. И к ним добавляются еще две вещи. Первая это хелперы, то есть различные элементы констрейнт лоялта, которые позволяют им устроиться, то есть барьеры, куча других вещей. Но детали мы не успеем сегодня рассмотреть это, но, наверное, в отдельном докладе про мошенн лоялти вы это можете увидеть. И виртуальные лоялты. Виртуальные лоялты собственно это концепция того, чтобы уйти от вложенности, у вас это все рисуется одним слоем, из-за этого у вас нет этого дрова. Все очень хорошо по производительности и по ограничениям. Но чтобы вам на этапе отрисовки это все-таки как бы вот виртуально было, чтобы учесть, как оно влияет друг на друга, у вас есть концепция виртуальных лоялтов. И вот собственно констрейнт это вот про вот это все. А сверху на это все накладывается мошенн лоялт. То есть мошенн лоялт строится на констрейнт лоялте, плюс на отдельный файл смел, в котором описываются все те анимации, которые у вас есть, и как эти анимации отрабатывают, переходят друг к другу. Детальнее это все тоже можно будет увидеть на лекциях моздроида в дальнейшем, но концепция это все та же самая. Примитивно, все просто, верхнеуровнево. У вас есть точно такая же сцена, с которой вы начинаете, и точно такая же сцена, в которую вы приходите. А анимация перехода между этими сценами теперь это не магия, которая вычисляется самостоятельно, а с помощью кейфреймов. Кейфреймы там тоже совершенно другой подход. Если в сценах с транзишном вам необходимо было либо первое писать просто сцены и сказать про анимирование перехода с одной сцены в другую, здесь все совершенно по-другому. А, если там что-то работает не так, вы могли залезть и написать код самостоятельно, здесь все намного проще. У вас есть просто UI, который полностью создается с помощью мышки в Android Studio, и все кейфреймы вы можете настроить используя только мышку и клавиатуру. То есть вам не нужно больше писать код, чтобы сделать эту анимацию, и ее поддержка становится намного дешевле. У кейфрейма есть набор атрибутов, они могут все одновременно использоваться, либо какой-то один из них только лишь. То есть кейфрейм это какая-то ключевая точка, которая в какой-то процентный момент времени анимации приводит к ее изменению. То есть это либо позиции, то есть перемещаемый элемент, либо атрибута какого-то, например, меняем цвет, либо это там case cycle, это когда изменения происходят на времени, которое прошло, либо кейтайм cycle, когда там другая часть концепции, я сейчас не буду устраивать на изменения, но смысл следующий, не моменты, там от начала до конца, а на моменте сколько миллисекунд прошло с момента начала анимации. И есть еще кейтригер, не так давно появился, когда получается концепция следующая, что у вас происходит какое-то событие, например, прошло половину расстояния с начала до конца, происходит какой-то вызов метода в коде, и он отрабатывает этот триггер каждый раз, когда проходит эту контрольную точку. Так, как это выглядит в реальном мире? У нас есть студия, в которой есть три ключевые точки, три кейфрейма, в каждом из них происходит изменение цвета, изменение скорости и изменение направления. есть начало, есть конец и есть три ключевые точки в середине. То есть настроить эту анимацию стоит очень мало времени. Попробуйте подумать, сколько бы у вас времени это заняло, если бы использовали аниматор. И весь тот код, который вам бы пришлось написать, используя аниматор. Используя MotionLayout, у вас это заняло 10 минут. С аниматором, который был представлен достаточно давно, у вас бы это все заняло, ну, не знаю, мне кажется, минимум пару часов. Мне очень нравится, всегда нравилась эта анимация, которую видел каждый из вас. И я всегда думал, как вот чуваки ее круто делают, как бы используя предыдущие тулы, которые у нас были для работы с анимациями. Я все время хотел ее повторить, но что-то как-то руки не доходили. Так вот, используя MotionLayout, ее можно сделать за пару часов, когда вы до этого никогда не использовали MotionLayout. Вы разберетесь с ним и полностью ее сделаете самостоятельно. То есть, настолько анимации, которые когда-то казались достаточно сложными, сейчас сегодня такими больше теперь перестали быть. Все это работает очень легко и просто. Как пример того, что если вы никогда не работали с MotionLayout, там есть, кстати, люди, которые с ним работали. Вообще никого. Ладно. Круто. Тогда вам будет очень полезно попробовать это сделать самостоятельно, потому что это очень легко и просто. буквально за несколько минут, вы за минуту можете сделать настолько простую анимацию, но, и вы представьте, сколько времени у вас ушло на то, чтобы сделать ее раньше. Особенно каждый этап это этап работы с кодом. Вам нужно было бы настроить, а сейчас как бы просто накликали мышкой и по сути проанимировали такое изменение объема. Добавляем кейфрейм, говорим, как мы хотим, что мы хотим изменить. То есть, изинг карф, это по сути та же самая интерполяция, по-другому называется. И говорим, что начиная с вот такого кейфрейма, она анимируется с другой скоростью. Пам. Да. Что еще изменилось? Не так давно появился, прошел Dev Summit андроидовский 23-25 октября. И там в Android Studio 4.0 еще появился новый эдитор для Motion Layout. То есть, Google уйдет в эту сторону, развивает Motion Layout и верит в то, что это крутой инструмент, который изменит работу с анимациями. Я знаю, что стало намного лучше с ним работать, но пока еще не успел потрогать, поэтому есть небольшие апдейты по сравнению с тем, что сейчас еще показывают. То есть, стало еще лучше. Вот. Когда используют Motion Layout? Я считаю, что если вам необходимо использовать, добавить анимации в ваше приложение, вам стоит уже переходить на Motion Layout. Более того, учитывая, что у нас происходит следующая тема, что все, ну, все, ваше приложение будет расти, у вас будет становиться больше пользователей. если вы не строите вашей UI на констрейтах, то вы делаете что-то неправильно, вам уже стоит начинать это делать. Особенно учитывая то, что в дальнейшем анимации добавить на ваше приложение вы сможете только используя Motion Layout, потому что предыдущие версии фреймворка будут стоить вам достаточно дорого. А самая дорогая стоимость, самая дорогая штука, когда вы работаете с анимациями, это их поддержка, потому что продукт имеет свойство меняться, а поддерживать анимации очень дорого, если это происходит на предыдущих версиях фреймворка. Если вам понравился Motion Layout, ссылки будут в презентации, есть GitHub example приложение, которым можно будет потрогать, собрать и потрогать различные примеры, собственно, с ходом. Если вам интересно разобраться в предыдущих фреймворках анимации на Android, две последних ссылки ваши друзья.